Роботы. Казалось бы, создание сложных, но полезных механизмов и тем более наделение их интеллектом под силу только передовым лабораториям страны. Однако разрабатывать технологичные устройства способны и мурманские школьники. Именно в таких умениях соревнуются участники чемпионата юниор-профи. Наш робот должен захватывать шарики. Начинается со старта, он едет до заглушки с шариками. После этого с помощью программы мы поднимаем лифт вверх. Когда нажимается на заглушку, раскрывается труба с шариками. После этого наш робот может с помощью программы и джойстика собрать эти шарики. Ребята создают робота, который умеет различать цвета предметов и сортировать их. В реальной жизни он может помочь, например, фермерам, собирая фрукты и овощи. Или упростить работу на складах. Ребята соревнуются в нескольких профессиональных компетенциях. Те, что я уже озвучивал. Это и нейронные сети, система автоматизированного производства, интернет вещей. Они получают задачу, которая может быть в перспективе, где-то реализована в реальной жизненной практике. Робототехника – не единственная дисциплина соревнований. Юные инженеры на скорость собирают умные дома, занимаются лабораторным химическим анализом и прототипированием, созданием пластиковых моделей будущих объектов. Когда мы создаем виртуальную модель, не всегда есть возможность заранее прочитать соединимость деталей. Понятно, что с опытом это приходит, и мы начинаем догадываться, где нам нужно учесть, например, допуски печати или особенности соединения. Но детали такие, чтобы их можно было перепечатать, на конкурс подбираются. Лучшие в своей компетенции, помимо медалей и дипломов, получают возможность принять участие в региональном этапе чемпионата «Профессионалы», который пройдет в марте этого года. Александр Клепцов, Даниил Скуратов, Павел Третьяков. ТВ21+.